Все члены нового состава правительства России обладают большим опытом и профессионализмом, отметил Владимир Путин и подписал указы о формировании Кабинета Министров. Под крышей дома своего жителей республики после долгого ожидания получили законные ключи от новых квартир благодаря офицерам регионального следкома. В память о бессмертном подвиге Совет ветеранов Росгвардии Республики провел автопробег, посвященный Дню Победы. Это у нас семейная. Семья Василенко Гудовцовых из поселка Кавказский вышла в финал конкурса «В чем секрет семейного счастья?» Здравствуйте! На телеканале «Россия-24» информационный выпуск «Вести Карачаева-Черкесия» в студии Дарья Тензит. Карачаева-Черкесия продолжит взаимодействие с новым составом правительства России в реализации задач, поставленных президентом, отметил глава республики Рашид Семрезов. Президент России Владимир Путин подписал указ о формировании нового состава правительства страны и встретился с новыми членами Кабинета министров, который снова возглавил Михаил Мишустин. Состав правительства, который в целом сохранился, обновлен новыми руководителями, в том числе коллегами из губернаторского корпуса, которые имеют опыт работы в регионах. Все члены нового состава правительства обладают большим опытом и профессионализмом. Каждый из них, даже в новых условиях мировой геополитики и санкций, успешно справился с поставленными задачами, а также показал отличный результат и положительную динамику в своих отраслях. В своем выступлении Владимир Путин четко обозначил курс внутренней социально-экономической политики государства на ближайшую перспективу. Впереди у нас много задач. Важно для долгосрочного, устойчивого, уверенного развития нашей страны действовать совместно в едином строю, что называется, выражаясь военным языком, вместе с депутатами Госдумы и вместе с регионами Российской Федерации. В селе Даусус продолжается активное строительство нового детского лагеря. В настоящее время на детской базе «Сосинка» строятся два корпуса лагеря, рассчитанного в общей сложности на 100 мест. Об этом рассказал на своих страницах в социальных сетях глава Карачаева Черкесии Рашид Семрезов. Руководитель добавил, что помимо двух новых корпусов планируется построить амфитеатр и теплица, где дети будут приобщаться к труду и выращивать овощи для собственной столовой. На территории есть также образовательный корпус. 20 мая исполнилось бы 65 лет Герою России летчику Канамату Баташеву. В средней школе поселка Марая-Гы торжественно открыли парту Героя Канамата Баташева, погибшего в ходе специальной военной операции. Подробнее Мадина Каракетова. В первую очередь, наверное, ответственность. Ну, именно я сажусь первой за парту Героя, Баташева Канамата Ахсеевича. И в этот момент, конечно же, также гордость за то, что такие герои живут вместе с нами, и мы растем среди них. Нет ученик школы удостоенной чести первым сесть за парту Героя не оговорился, потому что герои не умирают. Они бессмертны, покуда увековечили свои имена поступками. Так и Канамат Баташев – летчик-испытатель, который, зная о наличии ПВО, ценой собственной жизни прикрыл с неба отход попавших в окружение противника российских военнослужащих. Парту, посвященную этому герою, открывали торжественно, как и полагается, когда речь идет о человеке такого ранга. Гимен страны, на верность которой присягал Канамат Баташев, и гимен его малой родины Карачаевой Черкесии, где он родился, был воспитан, и в которой провожали его в последний путь. Исполненный вживую – вынос флага России. Дети знают всю биографию Канамата Баташева, его послужной список и, конечно же, подробности его подвига. Среди приглашенных и родной брат Канамата Баташева – Марат Баташев. Его, такое внимание, к личности героически погибшего, брата со стороны подрастающих поколений и их педагогов растрогало. И он обратился к ним с ответной речью. Канамат сразу не родился героем. И до Канамата были герои, и после Канамата будут герои. Этому способствует школа. Школа учит к подвигам. Вы тоже должны, кто какую профессию выбрал, заниматься настоящим образом. И запомните, герой не тот, который спрыгнул со скалы или с моста, сломал себе кости, потом овощи. Герой тот, за кем народ, кто его чтит, его подвиги. Старшему брату Канамата Баташева Марату Баташеву и лучшему ученику школы, юно-армейцу и активисту Аслану Барлакову предоставили право торжественно перерезать алую ленту, ознаменовав этим событием то, что отныне в средней школе Марая-Гы есть своя парта героя. И право первым сесть за нее предоставили Аслану Барлакову. Такова традиция. За этой партой отныне будет сидеть самый преуспевающий в учебе и примерный в поведении ученик поселковой школы. Акция парта «Герой» состоялась в рамках месяца военно-патриотической и оборонно-массовой работы. Это знаковое событие в каждой школе, в нашей особенно. Ведь мы открываем парту героя своему земляку, Канамату Баташеву. Это герой, это пример мужества. И на этом примере мы будем воспитывать патриотизм у своих детей. В рамках месяца военно-патриотической и оборонно-массовой работы дети под руководством педагогов организовали и подготовили тематическую выставку. Кроме того, дети посещают лекции по заданной тематике музеи, проводят в неклассные часы, посвященные героям страны. Мадина Каракетова, Лебастанов, Вести, Карачаево-Черкесия, Карачаевск. Семьи из Карачаево-Черкесии выразили благодарность офицерам регионального управления Следственного комитета России за помощь в переселении и запасного жилья. Миримхан Гутякулова, жительница одного из двух общежитий Черкеска, в июне прошлого года вместе с соседями обратилась в следственные органы с просьбой защитить их жилищные права. На протяжении пяти лет граждане не могли добиться признания домов опасными для проживания и переселения в новое жилье. А жалобы в различные инстанции результата не приносили. После обращения была организована процессуальная проверка, по результатам которой возбудили уголовное дело. Проведен большой объем следственных действий, допрошены более 400 свидетелей, изъята строительно-техническая документация и приведены судебные экспертизы. Благодаря принятым офицерами регионального следственного управления мерам строительные работы завершились в сжатые сроки. И уже в феврале 2024 года свыше 200 семей получили ключи от новых квартир. В Карачаевой Черкесии ветераны Росгвардии провели мероприятия, приуроченные ко Дню Победы. Представители Совета ветеранов первичной организации войск правопорядка приняли участие в автопробеге, старт которому был дан у музея памятника защитникам перевалов Кавказа. Память о бессмертном подвиге наших отцов и дедов по сей день согревает сердца всех поколений нашей страны. Благодаря нашим героям, отдавшим все силы для победы, мы строим планы на будущее, радуемся жизни и можем без страха заглядывать в завтрашний день. Низкий поклон и вечная память, благодарность им за это, отметил полковник милиции в отставке Василий Попов. Ветераны ведомства возложили цветы к мемориалу «Вечный огонь» в поселке Орджоникизовский. Затем автоколонна проехала по главным улицам городов и населенных пунктов Карачаевского района. Сегодня Международный день семьи. Финал конкурса «Это у нас семейная» вышла семья Василенко-Гудовцовых из поселка Кавказский. Этим летом они отправятся в Москву, чтобы представлять там нашу республику и побороться за главный приз конкурса. В гостях у семьи Василенко-Гудовцовых побывал наш корреспондент Олибаташев. Вся семья вместе, так и душа на месте. Папа с мамой только вернулись с работы, бабушка разливает по чашкам душистый чай, все рады встрече. Олег Гудовцов впервые встретил Марию на работе. С тех пор они не расставались, сыграли свадьбу и вместе уже 8 лет. Пока у них двое сыновей. Диме Дусем, а Роме 5 лет. Но это только начало. Мы хотим большую семью, дружную, чтобы детей было побольше, потому что звонкий детский смех в семье – это всегда счастье и для нас, и для родителей. Секрет семейного счастья во взаимопонимании, любви, уважении, ну и, конечно же, все делать вместе. А что вы делаете вместе? Мы делаем все вместе. Мы готовим вместе, мы путешествуем вместе, мы организуем праздники вместе, собираем большую нашу дружную семью. И даже работаем мы вместе. Бабушка Светлана Михайловна вместе с Марией на досуге любят вышивать, заниматься различными видами декоративно-прикладного искусства. И глаз радуется, и на душе приятно. Батинанка называется. Это вот украшать на окна, знаете, делают красиво окна украшать, особенно сейчас мы к Новому году делаем разные украшения. На 9 мая берешь картинку и все черное удаляешь, и потом у тебя получается вот так красиво. Внуки обожают своего дедушку, милиционера в отставке Василия Михайловича. Его любимое занятие – проводить время с внуками, которых он любит больше собственных детей. Внуки почему-то дедушкам и бабушкам кажутся дороже, милее. Вот я даже себе задаю этот вопрос и не могу на него никак ответить. Вот я с ними нахожусь постоянно. Вся семья любит спорт и путешествия. Кстати, они стали финалистами конкурса «Это у нас семейное», выиграв «Большое семейное путешествие по России». Россия, Родина моя, люблю твои просторы, твои леса, луга, моря, твои долины, горы. Финал конкурса, на котором семья Гудовцовых представит нашу республику, состоится летом. 8 июля 30 семей победителей получат сертификаты на 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий. Одним из заданий конкурса «Это у нас семейное» было нарисовать герб семьи. В его основании изображены заглавные буквы «В» и «Г». Потому что Василенко – это фамилия бабушки и дедушка, а Гудовцовы – это нашей семьи. Мои увлечения – петь, рисовать, быть сильным. Чтобы быть сильным, надо брать пример с героев и помнить их подвиги. Сюда, к скромному обелиску воинам Отечественной войны, в парке поселка Кавказский, приходят, чтобы почтить память погибших. Василенко – Гудовцовы верны этой традиции и желают, чтобы сыновья – Демид и Рома – ее продолжили. Али Баташев, Мухаммед Ашибоков, Вести Крачева-Черкесия, Прикубанский район. Далее смотрите интервью с композитором Рамазаном Айбазовым, а я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи.